Закон о республике По вопросам законодательства Законности, государственного устройства И местного самоуправления Пожалуйста Уважаемые коллеги С учетом того, что состоялось в голосовании Тем не менее я доложу По этому вопросу Предлагается проект законной республики О внесении изменений в отдельный Законодательный акт Республики Федеральным законом 6 октября 1999 года Об общих принципах Организации законодательных Исполнительных органов государственной власти Субъекта Федерации Установлено, что законодательный орган Государственной власти Субъекта Российской Федерации Самостоятельно решает вопрос Организационного правового, информационного, Материально-технического, финансового Почтения своей деятельности В целях оптимизации структуры Народного права парламента Республики И данным законопроектом предлагается Внести не закон Республики Калмыкия О народном праве Республики Калмыкия И в закон Республики Калмыкия О статусе народного депутата Республики Калмыкия Исключив должность О статусе народного права Республики Калмыкия На заседании комитет Этот вопрос обсуждался А вдруг предлагается Такое время На рассмотрение сессии Спасибо Решение комитета озвучено Вопрос есть, Михаил Николаевич? Есть Так, пожалуйста Так, уважаемый разработчик Комитет по вопросам законодательства Законности и государственного устройства Частью первой статей 12 Закон о народном хурале В парламенте Республики Калмыкия Это статья устанавливает Должность первого заместителя Председателя народного хурала Представленному на рассмотрение Статьей 2 проекта закона Предлагается Из статьи 14 Исключить слово первого Соответствующих катежах В этой связи у меня возник вопрос Предполагает ли Рассматриваемый законопроект Упразднение должности Первого заместителя Председателя народного хурала Значит В данном законопроекту Предлагается Что будут две Должности заместителя Председателя народного хурала Первого заместителя не будет Михаил Николаевич Почему я так у вас подробно спрашиваю В соединенной записке у вас написано Что речь идет О исключении Должности первого заместителя А что вы будете делать со мной С первым заместителем? Сейчас действительно коллизия После последнего голосования Тут уже надо Что депутат Илья Николаевич А Спасительная записка Да, я продолжу Михаил Николаевич Спасительная записка В проекту закона Не содержит в себе Правового основания Для изменения Действующей структуры Народного хурала Как было указано Конституционным судом Российской Федерации Регламентирование числа депутатов Работающих на Постоянной профессиональной основе Регулируется на уровне Конституции Российской Федерации Либо Конституции субъекта Либо запона субъекта И призвано гарантировать Равный статус депутатов Их равное влияние на принятие решений А также обеспечить Всем депутатам Законодательного представительного Органа государственной власти Субъекта Российской Федерации Равные возможности По осуществлению Депутатских полномочий Закрепление в законе Субъекта Российской Федерации Соответствующих правовых оснований И процедур деятельности парламента В том числе процедуры решения вопросов Касающихся депутатов Работающих на профессиональной Постоянной основе Служат гарантией Реализации конституционных принципов Народного представительства Это часть 2 статьи Часть 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации И исключает принятие По данным вопросам Производных решений В этой связи у меня вопрос Какова необходимость Принятия данного законопроекта Михаил Николаевич Как разработчику? В связи с заданным вами Согласно вопросом Я Решение поскольку принято На заседании комитета Поэтому я Отлучил решение комитета Субъект права законодательной Инициативы У меня же вопрос И решение Решение исходило из того Что будут две должности Завестителя председателя Понятно Я справки отмечаю Я же еще замечание по проекту Я справки отмечаю Что до 2015 года Структура Народного хурала Включала только должности Завестителя Председателя Народного хурала Что сегодня изменим Для того, чтобы менять структуру Народного хурала И пояснительная записка Не дает ответа на данный вопрос В соответствии с республиканским законодательством На сегодняшний день Должность первого заместителя Председателя Народного хурала Она не вакантна Как разработчик Хочет разрешить вопрос Соблюдения гарантий Предусмотренных действующим Федеральным и республиканским законодательством Пояснительной к проекту закона Отмечается Что должность первого заместителя Председателя Народного хурала Исключается Что делать с лицом Замещающим данную должность Каковы гарантии для данного лица, эти вопросы не урегулированы данным проектом закона. Финансово-экономическому обоснованию, отмечается, что не потребуется расходов республиканского бюджета. Таким образом, разработчикам вообще нарушено положение статьи 2.37 Конституции Российской Федерации, статьи 2.5.6.164.165.278 Трудового Кодекса Российской Федерации закона о статусе депутата Народного Курала. Необходимо отметить, что на прошедшей 18-й сессии Народного Курала, очередной, на которой я, к сожалению, не смогла принять участие, депутатами было принято решение о ведении должности руководителя Аппарата Народного Курала, что тоже финансово-экономическому основанию написано, не потребует расходов из-за служиканского бюджета. Вопрос, коллеги, в другом. Вы же понимаете, что фактически это как раз-таки потребует расходов на содержание уже двух единиц и руководителя Аппарата и Домпреда. И это в условиях борьбы с COVID, ужасающих ЗАГС, засухи, дефицитом лекарственных средств, отсутствием достаточного точного фонда лечебных учреждений Республики. Сегодня мой коллега Николай Задал вопрос в соответствии с действующим регламентом Народного Курала. Организационный вопрос обсуждается на Совете Народного Курала. В этот Совет входят по должности председателя Народного Курала, первый заместитель, заместитель председателя Народного Курала и председателя комитета в соответствии с ним. Этот вопрос на обсуждение Совета не выносился. Я предлагаю, в связи с этим, заканчиваю свой вопрос, уже не говоря о нарушении срока рассматривания законопроекта. 11 ноября он буквально с колес был подготовлен в срочном порядке, как проект закона обнесения изменений в отдельные законодательные акты и проект постановления обнесения изменений в регламент Народного Курала 11 ноября. И депутаты его получили только по электронной почте 11 ноября в 6 часов вечера. Накануне заседания комитета вопрос возникает резонно, в связи с чем, коллеги, данная законодательная института, тем более, она абсолютно сегодня не соответствует действующему законодательству. В связи с этим, предлагаю представленным на рассмотрение проект закона отклонить. Спасибо. Видишь, когда личный интерес согласен. А когда мы... А когда ваш личный интерес... Конечно. А там аджику нужно было должность убирать, ты с удовольствием поддержал это дело. Вы теперь узнаете, как мы не стали там бредом. Ну давайте, и в Алагане, есть проект, рассмотрен комитетом, он его носит. Есть решение фракционное, оно не меняется. Значит, дело в том, что есть фракционное решение. Вчера было. И потому, что должность первого заместителя, как промежуточная, не нужна. Практика показала, что дает представитель поручения заместителю, первому заместителю. Первый заместитель еще раз заместителю. А за структурное подразделение отвечать некому. То, что касается руководительного аппарата, который был виден ранее, это вместо ранее существующих должностей помощника, вернее, заветника и одного из специалистов. Ни на один рубль никуда не повышается так сказать, расходная часть. То, что касается первого заместителя, практика есть, что в субъектах, где совсем маленькие, да и большие, нет первых заместителей. Есть заместители, которые ведут работу по отраслям. вы коллизию вносите, вы толкаете... значит, есть мне мнение, одно имя, есть законодавательство. Причем, ты, я, значит... Давайте убрать им должность председателя. Предлагаю, поддержим. Поддержим. Давайте упрости, если надо. Меня все-таки внижает ваш диалог. Да, да. Два слова. Два слова. Значит, я сегодня, когда вносила предложение о том, чтобы внести по лесу дня вопрос о выражении недоверия председателя городового хурала, говорила о том, что в нашем органах зачастую принимаются законопроекты ненадлежащего качества, не проработаны. Вот то, что мы сейчас собираемся принять, относится как раз с таким законопроектом. Вот смотрите, политические записки ссылаются на это ваше мнение. Подождите. Это не мое мнение. Стать и договорить. Почему вы все не прерываете? Я по-конкретному. Я по-конкретному и говорю. Значит, говорится о части 4 ст. 4 Федерального закона 184 ПЗ о том, что законодательный орган государственной власти самостоятельно решает вопрос организационного, правого и так далее. Но с другой стороны, раз уж мы ссылаемся на этот закон, вы знаете, что республиканское законодательство не может противоречить федеральному законодательству. Это постулат. Если мы ссылаемся на эту статью, почему мы забываем о статье 11 этого же закона, в котором говорится, что есть, простыми словами, суть этой статьи следующая. Если в законодательном органе субъекта Российской Федерации есть фракции, то хотя бы один представитель этой фракции, одному представителю из этой фракции должно быть предоставлено право исполнять депутатские полномочия на профессиональные постоянные основы. Вот исходя из этой статьи, значит, я что считаю? Вот когда мы здесь пишем слова первый заместитель, там два заместителя и так далее, на самом деле это неправильно. Здесь должно быть вместо двух заместителей нужно писать заместители, количество которых соответствует, должно соответствовать количеству фракций в народном хурале данного созыва. А об этом вы почему-то умалчиваете. Я считаю, что законопроект нельзя принимать в таком виде, его нужно отклонить и отправить на заработку. Потому что мы не имеем права принимать законопроект который противоречит федеральному закону. Уже завтра об этом будет знать не только наша прокуратура, которая зачастую дает не совсем правильные обоснования, а это будет знать Генпрокуратура Российской Федерации. А мы это обеспечим. Спасибо. Уважаю... Есть собственные мнения, это правильно, я ее поддерживаю, а то, что накатывает там личность, это знаете, когда у человека где-то чего-то личностное, не надо. Не надо. Значит... Вот я вчера прочитала внимательно наш регламент. Он у нас большой, да, и там ничего не говорится о том, что председатель народного окружала имеет право комментировать выступление депутата, чем он занимается постоянно. Вы еще раз какие замечания, у меня было по существу выступление о том, что данный законопроект противоречит федеральному закону, и мы не имеем права его принимать в таком виде. И вы это считаете не по существу? Нет, это по существу. Ну и все? Все, это по существу. Прошу не комитет. Если вы вот так вот будете перебивать человека, вы постоянно мешаете, и мне в том числе. Если я сейчас возьму каждое слово в вашем комитете, вам приятно будет? Нет, а ты без разрешения говоришь, сейчас. А вот вот научился. Ну спасибо. Достойный учителя, а? Давайте, я не перебиваю, ты не берешь это вообще. Без разрешения не буду. Все. Кстати, прошу поставить мой решение на голосование. Мы поставим да, да, да. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, значит, есть предложение комитета? Прошу огласить. Не, не, подождите, у меня тоже есть выступление. Выступление, выступление тоже есть. Проголосуем сейчас. Завершим. Меня вот поражает, да, смотрите, вот тут у нас вот серьезно столько проблем, да, сельскохозяйственным, вот у сельхозники сидят там, вот там, да, по ковиду, там вообще куча проблем. Целых два вопроса. Представляете, как они защищают, вот вот хотят, защищают свои кресла, да, и хотят вот тут именно сделать настолько парламент карманом. Вы прекрасно знаете, что, что, не, поверьте, не, поверьте, Антон Васильевич, я искренне не хочу сидеть в данном кресле. Меня мои острые, поверьте. Поэтому я поражаюсь, да, и сейчас, коллеги, вот вы проголосовали, да, вы увидели то, что в итоге Саглара Александровна осталась на своем месте, кто-то вот тут действительно перед ней потерял лицо сейчас, не только перед ней, на самом деле. И сейчас вас в очередной раз толкают уже на нарушение законодательных норм. Вам это сказали конкретно. И вы себя настолько дискредитируете уже не просто перед Саглари Александровны и какими-то личными знакомыми. Вы себя дискредитируете уже перед народом. Потому что вы сидя в этих креслах, вам, говорят, зачитывают законы, и вы все равно будете поддерживать эти. Тогда какие вы завтра законы будете принимать? Ладно, это честным, оно там не сильно может какое-то там серьезное такое нарушение. Но вы даже, не знаю, вам говорят вот в оочи то, что это нарушение, это нельзя. Вот он, федеральный закон, вам зачитали. Вам даже времени дали с этим ознакомиться, нам это скинули позавчера. Нет, подождите, подождите. И вы сейчас идете на такие нарушения, да, вот слепую, потому что вы слепо верите. Не то, что слепо верить, вы просто банально боитесь того давления, которое на вас оказывают. Вот завтра, вы завтра и республику оберите. Поверьте. не задумываясь, не задумываясь. Спасибо. Я бы хотел даже... Спасибо. Одну минутку. Я насчет того, что есть заключение всех органов по этому проекту и в ходу давать что чему противолечит, не будем здесь, так сказать, разбрасывать. Есть заключение прокуратуры. Почему за полтора дня? А то, по-другому, Минюста. Да, значит, есть, еще немножко, есть заключение. В соответствии с заключением обработал комитет. После комитета вы все обсуждали в том, с чем мы на фракции, принимали решение. Здесь можно высказать свое мнение, пожелание ради Бога. Но я ссылаемся вот на то, о чем Наталья Селивина сказала. Право органа принимать решение одного, двух, десять, пятнадцать заместителей, исходя из финансовой ситуации. А сколько было людей, депутатов на законодательном комитете? Конституционные права мои. Да, значит, мы давайте, значит, пока тот закон, да, значит, я, значит, видишь, как увидел, что нарушаете или нарушаете. Нарушаете? Есть определенная процедура. Если завтра сократится должность зама. Я условно говорю, его, моя, любая. Не, я ошибся. Значит, я просто говорю, сократится должность. Ну, сократилось, значит, есть порядок, определенные уведомления о том, что должность сокращается, там и так далее. Ну, нет, может, допустили наши аппаратчики какую-то ошибку. Ну, пояснили вам, что? аппаратчики готовили, не комитетом? Аппаратчики тоже, ты же знаешь. Да, ну, что? Да, ты. Анатолий Васильевич, давайте, вопрос на вашу. Уважаемые коллеги, прошу прощения. Я имею права, два раза выставить свой рекламент. Так. Прократите вы. Согласен, Анатолий Васильевич, ну, вы же, На вторую выставку не дошла. Рекламент. Вы все время говорите о том, что вот вы экономики бюджета в публике, поэтому вы возвращаете количество замок. Но на самом деле, если бы вы были хорошим руководителем народного хурала, вы, наверное, бы заботились о нормальной работе народного хурала, о том, чтобы наши законопроекты не противоречили федеральному закону и выбили бы там и ставку нужную и так далее. Это не причина. Причина в том, что вы просто не хотите определенных людей видеть в роли заместителей. И все. Давайте честно скажем. Вот недавно прошла видеоконференция. Но вы сказали реплику. Подождите, реплика. Не реплика, выступление второе. Я имею право. Значит, это видеоконференция между депутатами народного хурала и депутатами МКРУТА и Республики Алтарь. И мы с удивлением узнали, что у них даже заместитель председателя комитета по бюджету работают на профессиональной постоянной основе. Понимаете, если республика заинтересована в нормальной работе депутатов, то она все сделает. И я думаю, вот председатель правительства сидит и он подтвердит, что на самом деле там профинансировать одну ставку в народном хурале это небольшая проблема для республиканского бюджета. Это можно залазить. Просто председатель народного хурала не хочет этого. давайте вот честно скажем перед всеми депутатами, что он не хочет определенных лиф видеть в этой роли. И все. Не надо лукавить и говорить о экономии бюджета. Как вы экономите бюджет, мы еще проверим создаваем комиссию. Спасибо. У меня все... Да, дайте мне слово уже приеду. Я там, да. Да, пожалуйста. По-другому разу. Начинаем все-таки вопрос с разработчиками. Вот, кстати, вам это рассказало, это было два, по-другому, люди, которые, в общем-то, они на постоянной основе работают. И вот качество, в принципе, в общем-то, документов, которые в целом времени нам подаются. Просто поднимали, что представители комитета должны работать на постоянную основу и развести. Потому что от этого зависит и качество и думаю. У меня, возвращаясь к тебе, не понимаете, все-таки я не услышал основания для того, чтобы, например, не возмущить. Если, например, вам, что-то за то, вы знаете, они на основном были вам сказали объяснили, почему сегодня по-первых, исключаем. Наверное, надо упразднить этого, если вы хотите его так убрать. Упраздните это думать. И второе, мотивировочная часть какая. У нас что, сегодня в Абрессионном штатном расписании идет какое-то другое, меняется все? Перепочинение какое-то идет? Ну, что? Вы же внимательно, внимательно, не просчитайте, там же четко ясно расписано, где какие люди, ну, создали аппарат. Ну, вы знаете, аппарат еще так все не имеет правого основы для того, чтобы аппаратом выкроить аппарат. Руководитель аппарата. А чем будут заниматься эти аппараты? Еще один помощник будет, вот, бояльясь, все-таки, после аппарата. И еще так. Значит, я просто хочу узнать. Ну, просто не надо спорить. Объясните просто, и все. Если вы не можете объяснить, то я не могу. Потому что мы сидим вокруг облако, выходим и все, и никак не можем добиться. Все такие, значит. как можно объяснить, пожалуйста, зачем, для чего вы упожняете. Когда, значит, был прошлый созыв, значит, мы разговоры тогда составляли, ну, председатель сказал, надо, потому что я могу уехать куда-то, значит, зам был завещать, там, и все остальное. Ну, хорошо, нормально, пойду, значит, а? А сейчас что случилось? Председатель, никуда не буду езжать, боджик не буду сходить, никуда еще ничего не было. Что случилось-то? Объясните, пожалуйста, спасибо. Ну, председатель, я отвечу, представитель может возлагать на любого зама, на любого зама возлагать исполнение обязанностей, значит, на этот период. А тогда, ну, я искренне скажу, когда соглашусь с Англицем, действительно, она была рукой аппарата, значит, да, да, ну, не, раньше, 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 то депутат. Ну, есть проект, который разработан, он унес, унитетное рассмотрение, есть поддержка, есть решение комитета. Давайте мы проголосуем за решение комитета и за предложение. Так вы уже задавались вопрос. Я еще могу им задать вопрос разработчику, это касается должности первого заместителя председателя на Роман Курал. Мы предложим свою ссылку на то, что сегодня получено положительное заключение со стороны прокуратуры республики, администрации главы республики, Калмыки, Оршенкис Никола здесь сидит, хотя фактически нам официально должен отвечать в соответствии с законом о народном хурале глава давать заключение, а не по поручению его администрации главы республики Калмыки. И управление Минюстом. У них нет заключения со стороны прокуратуры и Минюстом, просто вопрос идет, и в законе о народном хурале написано, что народный хурал самостоятельно принимает решения по внутренней организации работы. Поэтому в данном случае у них и не может быть априори вопроса. Вопрос у меня к разработчику, что вы будете делать с должностью я же работаю. Николай Николаевич. Согласен, с законом. Каким законом? А то вы нарушили Российскую Федерацию. Наверное, согласен, но вы тоже, ведь я скажу репетику, имею право, как отреселенное. Значит, смотрите, если изменяется закон, то обязательно заключение прокуратуры. и в Минюз, а там меняется закон. То, что касается регламента, регламента, там, да, внутренние дела. Поэтому, значит, наше дело сегодня не вашу персону рассматривать, а рассматривать закон, который... Вы рассматриваете мою персону. А с тобой вопрос ко мне, сейчас будет третье внесение изменений в регламент. И вы мне говорите, что вы не мою персону рассматриваете. Значит, закон принимать. Ну, я же работаю с тем самым проектом. Может, вы заместитель будете. нахуй. Антон Владимирович, я первую, я первую, я называю закон о народном фурале. Я выбираю на закон полномочия народного фурала. Ну, меняется структура. У нас же было три зала. Помните, Габуева, вы два траги? Нет, нет, ничего не меньше. Ну, Антон Владимирович. Значит, когда мы вводили Габуева, два-три раза, когда нужно было, когда Орлову вы просили, вводили. Ну, уважаемые коллеги, прекращаем разговор. Я прошу огласить решение комитета. Пожалуйста. Зачем? Мы что-то... Антон Владимирович, пожалуйста. А я за ним я. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я в большей степени хотел бы сейчас встретить своему другу, близкому очень, своему однопархийцу, который тут, вроде, ну, почему? То, что он такие вещи тут говорит, как будто мы какие-то предатели Родины, разграбим республику, или что там, я просто сейчас не запомню. О чем вообще можно таком вообще говорить? Лично я тебя уважаю. Я знаю, я знаю, что здесь сидящие здесь и от уважаемых людей. И в принципе, я в принципе ничего и никого не боюсь. И я думаю, вы как никто другой это знаете. И сейчас тоже не буду здесь на камеру говорить, тем более вы в моей ситуации как никто другой лучше знает. Я сейчас не спорю по поводу законности принимаемого проекта, в принципе, вот тоже, как юрист, давно не практикую, но вчера в законопроект было изучение менеджмента и прокуратуры. Если закон будет неконсистен от Альфа Севена, я в Остане не хочу спорить. Я бы не оставил ваши... Я бы не оставил ваше... Я бы не рекомендовал, чтобы рекомендовал. Комитет рекомендовал. Я говорю, признаюсь, я еще раз повторяю, я не хочу спорить ни с Альфа Сергеевной, ни с Альфа Александровной по поводу калифи, которую мы принимаем. Но я уверен, точнее, знаю, что если закон неконституционный, прокуратура его рано или поздно, ну как рано, она по идее должна это, что рассматривать, программа и обязанность. И как мы знаем, прокуратура очень пристально следит, доказать за работой народного управления. Хорошо, спасибо. Не, подождите, я в виде реплики отвечу, в мою сторону было парировано. Амсер Викторович, позвольте, я парирую просто. Ну как разговаривать, я? Ну, парирую, в мою сторону была реплика, соответственно, я должен, должен, должен высказаться. Ну, я что просил, но все, Виктори поступает. Я декорировал не на все, Виктори. Ну. Не, иногда я. А вот и плохо. Давай. Значит, Атлан, вот приедет окон, вот тогда с ним разберешься. Что нам тут устраивает? куда мы зашли? А так, а вот лопаты пойдут в ход, Ваше все. Что вы вырезали, то угрожали у меня на прошлой сессии с лопаткой настроить. А вырезали из видео? Я не знаю. Ой, ой, ой. Ничего не было. Так, ладно, вот Справедливая Россия требует справедливости. Количество заместителей по количеству фракций. Тут очень просто все. Федеральный закон, нарушать его не надо. Нужно три заместителя. И закроете этот вопрос, а то Лохас там скуларно саглавой Александрной договаривались, Манжикову лишали возможность стать заместителем. Давайте, как сказать, проект новый заложен, чтобы было три заместителя у нас. Посмотрим будет. Это справедливо, это по закону? Это закон. Хорошо. Уважаемые коллеги, реплика, реплика. Реплика, реплика, реплика. Да, хотел сразу высказаться, тоже вот в виде парирования в сторону Арслана Александровича. Во-первых, Арслан Александрович, если ты слышал, внимательно, на самом деле, я сказал то, что здесь идет нарушение, потому что, во-первых, нам за полтора дня скину, не было реально возможности нормально изучить это. Поэтому я говорю, обращаясь ко всем коллегам, говорю, что вам завтра, грубо говоря, если так, Арслан Александрович, если ты изучил этот закон, ты можешь точно сейчас парировать, допустим, соглашение, сказать, что нет, она не права, прямо по пунктам закона. Я не могу, потому что я нормально его не изучил. Потому что за полтора... Вот, вот, Арслан Александрович, поэтому я говорю, то, что коллеги, задумайтесь об этом. Я никого здесь сейчас не... Конкретно подождите, расскажу, подождите. Поэтому я говорю, то, что завтра, грубо говоря, закину такой же закон за полтора дня, вы не ознакомитесь и проголосуете. Дума принимает за деньги и забрасывает. Дума, когда надо. Ну, я не знаю, может быть, Дума там... Бывает, случаи, бывает. Супер-юристы все там... Но у нас здесь не супер-юристы. Арсан, Вадь, тысячелетый раз позоветесь. Спасибо. Решение комитета, Все, пожалуйста, решение комитета озвучьте. Я прошу проголосовать за мое решение. Отклонить данный проект закона ввиду того, что я сегодня занимаю должность первого занесения. Это, ребята, на правах. Голосовать нужно по мере поступления. Первый проект решения нас не предложил, а второй проект решения я, а уже потом ну... Ну, не жубите. Первый проект это комитет. Николай Николаевич, огласите решение комитета, а потом... Это решение комитета внести и рекомендовать народному куралу принять данный законопроект. Все. Решение комитета озвучено. Согласен, Александр, говорит одну... Ну что... Значит, она тоже вносила не голосовать за этот проект. Она... отклонить. Отклонить. Это и... А ну... Понятно. Решение комитета озвучено. Она предложила отклонить после решения комитета. Это по закону. По закону. Значит, вы что предлагали? Отклонить и поддержали ее. Значит, два предложения. Принять и отклонить. Первое это решение комитета, которое озвучил Михаил Николаевич. У меня было предложение с поправочкой от его заместителя. Ну, это сейчас слеза это надо... Слеза не принимается. Через... Не принимается. Мы же обсуждаем. Это пока проект. Два предложения. За не решение еще. Да, прошу. Что мы два? Три. На предложение комитета. Вы постоянно забываете о рекламе. На решение. В памяти сказано, что в ходе обсуждения закона проекта могут начаться изменения депутатами Народного фурала. Вот я призываю всех депутатов на следующее заседание принести этот рекламент и листать его. Потому что Анатолий Васильевич плохо его знает. Это не первый раз про это. Это вы плохо знаете. Пожалуйста. Считал мне, Рад. Решение. Давай же мое предложение. Значит, вы же пожелание высказали. Я сказал, надо, чтобы работать. Ну, вы же даже проект. Где ваш проект? Где ваш? Где проект? Вы должны для того, чтобы обсудить где проект? Мы его вносим сейчас. Значит, никаких слов. Голосуем. Кто за то, чтобы... Это что такое? Как поддержать предложение Михаила Николаевича? Это что такое? Голосуем за ваше предложение. Нет, давайте вставим его сначала. Значит, как вариант. Как вариант вставим. Пожалуйста, за предложение комитета. Пожалуйста. Кто поддерживает предложение комитета? Вопрос ущерб. Уважаемые коллеги, решение принято, закон принят, и мы продолжаем нашу работу. Так вот. По первому вопросу не было абсурда, как вы сказали, по второму есть абсурд. Конечно, абсурд. Это вам кажется. Ну что ли? Ну как мне кажется. Давайте так, рассмотрим проект постановления народного курала о внесении изменений в регламент народного курала парламента республики. Вносится комитетом народного курала. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Ну, он аналогичный. Ваше внимание, уважаемые коллеги, предлагается проект постановления о внесении изменений в регламент народного курала республики. Он вытекает из предыдущего вопроса. Данный проект постановления разработан в связи с разработкой проекта закона республики о внесении изменений в отдельную законодательную акцию Республики Калмыкии, в котором вносится поправка и закона Республики Калмыкии о Народном Курале и закона Республики Калмыкии от статуса депутата Народного Курала. Все, спасибо. Вопросы, пожалуйста? Да, пожалуйста. Уважаемые разработчики, Калмыкин, Комитет по вопросам законодательства, законности, государственного устройства Народного Курала Парламента Республики Калмыкии. Вы сегодня отвечаете за самый ответственный участок работы. Вы отвечаете за качество принимаемых законопроектов. И в данном случае вы персонально, Михаил Николаевич, несете ответственность за вносимые законодательные инициативы, в том числе по предыдущему проекту закона. Вы нарушаете конституционный принцип, я вам это официально заявляю, для стенограммы и протокола, о том, что вы нарушаете статьи Трудового кодекса, и так далее. Я работаю как первый заместитель председателя Народного Курала. Вы в пояснительной записке пишите упразднение. Что касается проекта постановления о внесении изменений в регламент Народного Курала, в соответствии с статьей 27 регламента Народного Курала, предварительное обсуждение изменения организационной структуры Народного Курала обсуждается на заседании мандатной комиссии. Мандатной комиссии, в соответствии с утвержденным графиком, который утверждает председатель Народного Курала Парламента Республики Калмыкия, не было. То есть, коллеги, сегодня рассматривать проект постановления о внесении изменений в регламент Народного Курала нельзя. Статья 27 регламента. И что записано? Что рассматривается на мандатной комиссии? Ну-ка, прочитаем. Нет, она права, это изменение структуры. Структуры? Значит, структура, это совсем другое понятие. Структура, это другое понятие. Понедельный аппарат, структура, что мы с вами обсуждаем? Вот видите, что раньше не видели, да? А по другим вопросам, что с ним. Ну ладно, уважаемые коллеги, еще вопросы? Нет вопросов, решение комитета, пожалуйста. Вы зачем, Михаил Николаевич, на каких-то, так сказать... Он руководитель законодательного комитета, как это так? Он руководитель законодательного комитета. Тогда вообще под вопрос тоже надо ставить, компетенции его. Да. Уважаемые коллеги, значит, готовились специалисты эти бумаги. Может, Михаил Николаевич чего-то и не знает, я допускаю. Он не юрист по образованию, так, но он мог чего-то и не знать. Но готовились специалисты, рассматривала на комитете. Там есть и юристы у нас на комитете. Значит, достаточно людей, которые этим рассматривались. Поэтому, уважаемые коллеги, значит, давайте мы вот этим активностью, напористостью, значит, косвенностью не загонять Михаила Николаевича в какой-то угол. Хорошо, кто из здесь сидящих, кто из здесь сидящих, вообще, кто из здесь сидящих, эти темы здесь... Анатолий Алексеевич, кто из здесь сидящих, тогда знает и может парировать сейчас вот именно соглашение в части знания данного закона. Пускай выскажется, не знаю, специалист, пускай специалист придет, здесь они на этом этаже. Уважаемые коллеги, значит, давайте выскажите. Смотря какой юрист готовил, уважаемые коллеги. Да там-то и дело, какой юрист. Да если руководитель комитета законодателя, он не знает даже ничего. Комитет принял. В Франции, когда ты вчера не был на Франции, на Франции принял, смотри. Значит, комитет... Вам, согласно Александровне, зачитало, что это противозаконно. Ну, что вы это... Сами не читаете, сами не внигаете и настаиваете на принятии незаконного решения. Вы сейчас всему народу показываете, как незаконно принимаются. Пожалуйста, зачитывайте решение комитета. Да, пожалуйста. Подождите, почему решение? Я прошу слова до решения. Ну, пожалуйста. Мы же обсуждаем... Вот вопрос. Представитель комитета по законодательству не в курсе. Он не знает. Он может... Тогда, наверное, ему надо поставить вопрос о замене его. Чему тяжело. Он не в состоянии. Он приезжает в горизонтарную, только на сессию. У него нет времени ознакомиться со всеми документами. Давайте поменяем его. Поможем ему. Потому что, на самом деле, это основной комитет в Урале. Комитет по законодательству. Человек должен получить вот это вот не за пять минут до сессии. Вот насколько я вроде бы в теме, и то мне неприятно, когда я получаю эти документы за пять минут до сессии. Вы за кого надержите? Самые вот, я хочу сказать, самые некачественные законопроекты принимаются у нас именно таким образом. За пять минут до сессии нам раздают законопроект, и почему он голосует. Анатолий Васильевич, это ваша хитрая, партийная, видимо, какая-то советская уловка. Да. Вы понимаете, вы морально устарели. На самом деле, время ушло в киево. Вы опять смешали. И зачем? Я хочу сказать, это ваши принципы работы. Как только появляется вот такой законопроект, обязательно нам раздадут за пять минут до сессии. Спасибо вам. Вы его не раздали нам за неделю, чтобы мы могли серьезно подготовиться. Спасибо. Но на самом деле я с ним. Нет, я с ним. Вы высший законодательный орган республики, который не знает законов. А на самом деле, смотрите, сколько нарушений. Мазар, наконец-то, не рассматривал. Совет не рекомендовал, да? И, несмотря на это, вы вносите на рассмотрение сессии. Кто в этом виноват? Я считаю, прежде всего, Анатолий Васильевич, это вы виноваты. Вы на самом деле инициатор вот таких несачественных законопроектов. Потому что вот, исходя из сиюминутных каких-то интересов, сиюминутных выходов, продвигаете такие изменения в Игваре, в основные законы республиканские. Вот я смотрю на вас, просто гибу даюсь. Неужели это кресло того стоит? Неужели это кресло того стоит? Я вам подожду. Освободите. Я вам подожду. Я вам подожду. В ближайшее время я вам подожду. Освободите это кресло. Потому что вы их будете, если вы здесь в тормозе, в развитии законодательства. Я вам подожду, посмотрю, что будет. Значит, Михаил Игорьевич, вы что-то считаете? Вот эта фраза ваша, да, протестовывает судей, где вы там правоохранительную... Это позиция председателя законодательного органа. Это позиция какого-то, я не знаю. Нет. Почему? Законодательный орган может ошибаться. Это какой-то блажняк. Вот это. На край... Ну, Глава Александровна, вам зачитывает конкретно выдержку закона. Выдержку закона. Амсер Викторович, подождите, подождите, вы занимаетесь 30% всего принятия. Вы вот сводите на вот такой разговор, полублотной. Поэтому законодательство, мы законодательный орган, здесь мы должны основываться на законах. Влада Александровна, четко вам читала выдержку. Вы отвечаете за это. А зачем мы будем направлять пожелания, идите протестовывать. Я читаю регламент народного права руководства, действующими республиканскими законодателями. Пожалуйста, депутаты, давайте. Говорите, что меня перебивают. Вы постоянно говорите и говорите, непонятно. Это не свое дело. Это мое дело. Это мое дело. Мы сейчас говорим вам, я сколько знаю, и хотят отвечать. Все здравоозначные коллеги, поэтому и надо тут указывать, что и как делать. Я взял слово, я сейчас буду говорить. Для того, чтобы поднимать эти вопросы, на, как вы сказали, главном комитете, почему вы не приходите на этот комитет? Вчера комитет проходит, у вас нет никого, чтобы задать эти вопросы. Там представитель прокуратуры, представитель Минюста, рассматриваются все нормативные документы. Сегодня мы уже оставляем на право для принятия, да или нет. Вы понимаете, сегодня какой-то борзак без соблюдения регламента. Три минуты, все. У каждого депутата есть возможность. Нет порядка. Поэтому я призываю вас, коллеги, давайте будем соблюдать порядок. Есть регламент. Есть вопросы, которые по регламенту мы должны рассмотреть в равном. Есть насущные вопросы, которые должны разбираться на комитет. Обязательно в порядок. Чтобы не было здесь вот этого бордака, вот этих оскорблений непонятных. Каких-то смешков. Мы взрослые люди, что вы делаете? Да, ну, это потом разберемся. И сюда разберемся. Михаил Иванович, пожалуйста. А что, вот мы, я не член комитета, во-первых, да? Я не обязан там присутствовать. Во-вторых, люди высказывают замечания на основе закона. Что тут, кто кому противоречит? А в сессиях Урала у нас только для нажимания кнопок. Уважаемые, ну, потом будете решать, как вам понравится со временем. Значит, пожалуйста, через новый год. Решение комитета. Внести рекомендовать в Народном Урале принять данный законопроект восстановление. Уважаемые коллеги, решение есть. Вернее, решение комитета озвучено. Есть какие вопросы по решению комитета? Нет, прошу, подготовиться к голосованию. Большинство достигнутых, решение принято. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматриваем проект закона Республики. Обнесение изменений в статью 2 закона Республики об определении органов местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешения на право ограничения розничного рынка. Вносится комитетом Народного Урала по вопросам законности законодательства Республики. Пожалуйста, Николай. Это короткий законопроект. Он разработан в целях приведения закона Республики об определении органов местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на право организации розничного рынка в соответствии с действующим республиканским законодательством. Это только лишь предъекционное совершенствование. Поэтому предлагаю принять данный законопроект и рекомендовать его принять. Пожалуйста, Николай Николаевич, уважаемый. Да, пожалуйста. Мир Владимирович, а вот до этого кто разговаривал? Да, это, конечно, тут республика совершенно заключается. Там остались старые слова. Мэрия, а сейчас нет. Республика. Все, что-то есть. Валерий Альхиев, вопрос. Нет. Пожалуйста, решение комитета, пожалуйста. Решение комитета озвучено. Возникли вопросы, уважаемый. Голосуем. В большинстве достигнутого решения. Бриндерс, заважаемый. Это необходимость. Рассматривается вопрос номер 11. Проект закона республики обозвлен на проект федерального закона соответствующим номерам. О внесении изменений в статью 6.165 Семейного кодекса Российской Федерации вносится комитетом Народного фурала по вопросам законодательства. Вы извините, что взимы по проектам? Ну, если нет возражений. Проекты там есть, если нет возражений, давайте. Нет возражений. Михаил Николаевич, решение комитета, пожалуйста. Внести рекомендовать Народному фуралу принять проект в постановление обозвлен на проект федерального закона о внесении изменений в статью 6.165 Семейного кодекса Российской Федерации. Решение комитета озвучено. Будет вопросы, пожалуйста. Нет. Решение. Да, принимайте, пожалуйста. Алсу. Большинство достигнуто. Решение клиента. Спасибо, уважаемые коллеги. Рассмотреться 12 вопрос. Проект постановления Народного фурала обозвлен на проект федерального закона номером соответствующим о внесении изменений в статью 17 федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вреде их здоровью и развитию. Это наши федеральные законодатели и нам предлагаем. Вносится комитет, пожалуйста. По проекту. По проекту? Да. Не будет возражений? Нет. Решение комитета, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Я комитет рассмотрел и в ней 4 секунды дорожного справа принять. Предлагается принять данный проект. Прошу определиться. Не возник по противоречии. Прошу принять данный проект, пожалуйста. Постановление у вас на руках. Большинство достигло. Решение принято. Мы продолжаем нашу работу и рассматривается вопрос номер 13. Проект постановления Народного курала парламента республики об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером во внесении изменений в статью 20 федерального закона об объектах культурного наследия, памяти, истории, культуры народа Российской Федерации. Вносится комитетом. Докладывает в стола его. Какие предложения? По проекту. По проекту не будет возражений? Нет. Нет. Если нет, тогда прошу огласить решение комитета. Коллеги, вопрос возможно на создание комитета. Получено товарищеское заключение и комитет рекомендует оторожному праву разморчить и изменять правительственную работу. Решение комитета озвучено. Если нет вопросов, то прошу, пожалуйста. Уйдет, вопрос. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Далее в повестке дня проект постановления народного курала парламента республики об отзывах на проекты федерального закона. Вносится председателем. Поручено доложить. Матулу, Михаил Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, соответствие с федеральным законом. По проекту? По проекту? Да, потому что все 23... Если по проекту, то тогда прошу решение комитета. Уважаемые коллеги, давайте проголосуем. От этого 14-го вопроса я перешагну. Я извиняюсь. Кто за... Нет, не возникло вопросов? По 15-му вопросу. Прошу определиться с голосованием. Я извиняюсь. Я переступил. Значит, 14-й вопрос. Мы возвращаемся немножко. Большинство достигнут. Это решение по 15-му вопросу принято. Вопрос номер 14. Проект постановления народного курала парламента республики об отзыве на проекте федерального закона соответствующим номером, повнесение изменений федеральный закон островов и пенсия, федеральный закон на окопительные пенсии, в части усиления контроля за выплатой страховой и накопительных пенсий. Вносится комитетом народного курала по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике и так далее. Представить комитет от окопительных пенсий. Если по проекту нет возражений? Нет. Нет. Тогда прошу огласить решение. Уважаемый Сергей Алексеевич, у вас есть коллеги. Вопрос так же о том, что выражение нашего комитета положительное заключение имеется на данный проект и действительно не согласно принять решение обнести или не согласно народного курала и принять в проект сомнение. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если не возникло вопросов, прошу проголосовать. А свою позицию определить. Большинство достигло. Это решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, в соответствии с повесткой неак, вопросы разные. Пожалуйста. пожалуйста. Арслан. Да, уважаемые гостиничества, дамы коллеги, присутствующие, снова ушли в правоохранительные структуры, не дозали до разного. Прошло достаточно времени из-за момента нападения нашего коллегу Гусминова Аслан Борисовича, вы знаете, его повреждения несколько раз, несколько раз, не так обрита голова, нападали с, не знаю, зубинками, зубами, с какими-то пабличными следствиями. Прошло уже, сколько, С 20 августа. Ну, уже два месяца. Уже больше зубин, уже больше прошло. А никакой реакции, никакой реакции нет. Просто, ну, одно дело, неспокойно, все-таки говорить, но другое дело, когда предлагают никуда-то пустого законодательного уровня для всех федераций, что-то не делаем. И предлагаю на следующей сессии, наверное, на следующей комитет этим должен заниматься, или нет, по идее, по сути. И предлагаю им выступить с ним, как дрифингом, или прям первым вопросом, а вторым, чтобы они не им, чтобы они понимают, что работают. Понятно. Потому что это не делаем, это здесь не делаем. Да, это я тоже противник, там дело заводилось МВД, я вот так, немножко по цепке когда наш флот видел, мы сейчас пока результаты не видим, мы можем это дело поднять. Значит, думаем, что решение в сессии письмо отправим, что есть озабоченность, что не видим результаты. Вообще не видим. Да, это нам не расспект там просто не обидно. Я думаю, не сложили. Ну, это наше ощущение. Договорились, согласно, я думаю, спасибо, пожалуйста, здесь, за поддержку. Пожалуйста. Юрий Викторович, ну, я здесь в разном, хотел бы все-таки вернуться к вопросу, который очень постоял у нас год назад, у нас было, когда был назад, в Курмановском комитете, значит, по столетиям, разная экономия республики. 4 ноября, что я был 100-летний, ни правительства, ни глава республики, ни председатель, значит, меня лично подразумевали, что я не знаю, что мне это будет. Но, еще такие вещи. Есть государственный акт правовой, принятый самарковому российской федерации о том, чтобы шумать в 20-м году, 4 ноября, меня лично подразумевали. Ну, я не знаю, чья вообще инициатива была, почему-то перенесли деньги в стул, без юрка. Ну, допустим, вот здесь был вопрос, когда поднимался, здесь сидел, значит, с администрацией главы, молодой человек, который, в общем, депрессовался закон, по пятому. Я, почему-то, был зад в вопросе. Ну, ну, что пятого празднуло все? Нет. Будем, значит, пятого празднуло, значит, и 4 ноября празднуло. Такой вопрос. Я не помню, присутствовали вы или нет, значит, но вы, как раз, знаете, что органы где-то. На это были выделены на угол 17, по-моему, 17,5 рублей 10. Значит, здесь вот обращение было, там должны были выпустить клинику. Мы с вами куваром, что и говорили, значит, А, значит, максимум, звонят и говорили, там, может быть, когда-то возникла там с проблемой. Ну, суть не в этом, суть вообще в том, что, вообще, эта знаменательная дата прошла мимо всех, у нас, значит, жителей республики, Калмыкии, которые живут на территории, которые были образованы 20-го, значит, 14-го года. Можете объяснить вообще, что за проблема, почему так происходит? Понятно. Хорошо. Верикторович, можете? Ну, что касается 4-го числа, у нас, по-моему, никакие мероприятия сейчас не говорили, да? Поэтому я давайте вам отдельно, наверное, расскажу. Ну, я не знаю, как получается, день города, 155 лет справляли, значит, грандиозный шоу сделали, значит, что получается? День города, высшее, значит, решение, значит, правового акта, а создание автоматичного? Как понимать вообще? Дело в том, что день города, этот круг города, нам она как-то, знаете, это их проблема, значит, если это все делать, значит. Мы сегодня вопрос знаем, значит, про автономию республика Камыкики, это правового государства надо было, на основании создана, значит, государство, республика Камыки, по крайней мере, которая имеет свои конституции, флаг, все алимпуты, которые существуют, значит, и более того, значит, живы те люди, которые республику восстанавливают, хотят им поздравления им отправили или нет. Почему, значит, старичины, которые сидели, почему они тут тоже, что прополчали, и хотя бы, я не знаю, вот у нас такая система в последнее время, глава, почему-то, поздравляю всех, в Инстаграме. Вот у нас, я не понимаю, что это, это что, государственная какой-то сайт, что-то, или что это? Он же сегодня руководитель республики, в Инстаграме, есть государственная сайт, есть средства массовой информации, значит, у нас тут ситуация какая-то, ну, мы уже говорили на эту тему, ну, подскажите, в конце концов, и там же вокруг него есть помощники, люди, которые за это отвечают, в конце концов, получается, что они подставляют главушку? Ну, нельзя же как делать. Мы не потому, что там на оппозиции и все, но, вы меня извините, это жильцо республики. Нам, честно, ну, бывает, это наследно. Есть же люди, которые за их зарплату получают, вокруг него находятся, значит, вам подскажка таким образом взрыв, таким образом сделать. Так получается, что, вполне возможно, что ничего нужно было знать. По крайней мере, есть люди, я вот сегодня вам, вы после изведения, но я вам задавал вопрос, конечно, может быть, вы сегодня не готовы к их соответствии, но, по крайней мере, значит, знаете об этом, что люди звонят, населенные люди говорят, а как же так же, так же, где же это столетие-то было. Да, никто не знает даже о том, что, например, на столетие, где есть сроки, с правильным летом. Седей в районах не знают об этом. Поэтому, еще раз говорю, это не порядок кредит и ничто, это просто комитет, правильно? Какая-то поправка должна быть, но, я еще раз повторяю, вполне возможно, там кто-то не знает или еще, но я думаю, что надо это дело исправить. И постарайтесь, чтобы таких больше казусов не было. Спасибо. стадия. У меня следующий вопрос. У меня сейчас был правительственный участок с министром образования. Я уже поднимала этот вопрос, но, как говорится, был авос и ныне там. Я хочу обратиться к председателю народного хурала, пока вы еще председатель, да, не уйдите. Значит, ну, мы с вами говорим. Инициировать запрос от народного хурала в избирательную комиссию Республики Коломенция, правительство Республики Коломенция, тем, чтобы все избирательные участки, находящиеся в школах, перевели в другие учреждения. Этот вопрос я уже поднимала. И второй. Второй момент. Значит, пусть пока вы еще председатель народного хурала, я надеюсь, недолго, значит, дать поручение аппарату народного хурала разработать изменения в республиканской законодательстве с целью, значит, вывести всех учителей из состава участковых избирательных комиссий. Они сами об этом просят. Ко мне обращались. Потому что, ну, они понимают, что их участие во всех этих классификациях ведет просто к снижению авторитета учителя. Пусть учителя занимаются своим делом. Все это разумно, доброе, вечное. Нужно разделить вот эту вот политику, голосование и так далее и школы. Школы должны быть чистыми. Тем более, в период пандемии. Чтобы вот у нас 13 сентября прошли выборы и очень много избирательных участков в сельских районах расположенных в школах. И очень много людей заразилось, наверное, но у вас нет статистики. Вот даже представители нашей пассии наблюдатели там с членом совещательным голосом заразились, они проболели после этого. Вольни так пролежали. Давайте изолируем школы от политики. Я прошу еще раз на то, что этот запрос пошел от народного хурала за подписи председателя народного хурала. Потому что в прошлый раз министра образования просто не внял наших словах. Если это законно. И как бы я прошу вас дать указание аппаратов народного хурала подготовиться к следующему изменению в закон. Может быть это должен быть просто не закон, а указ главы республики Кангута. В группе это вводилось указом. Наталья Сергеевна, я считаю, что вопрос постоянно правильный и в общем-то никто на сегодняшний день отрицает и я поддерживаю вас в этом отношении но единственное, что мы не можем нарушать федеральный закон который у нас существует. Там нет учителя там еще скажут. Кангута поднимала этот вопрос, но к сожалению на сегодняшний день ее не поддержали. А ведь мы не можем свой закон принять, нарушая федеральный закон. Хорошо, тогда участки вывезем. мы не можем вывезти. А? Как? Ну мы не можем понимать. Сбирательные участки мы можем вывезти? Нет. Нет. Это уже избирательная комиссия решает. А мы избирательная комиссия не можем вывезти. Я прошу иницировать запросы Сбирковой Республики Калмэгер, чтобы они приняли решение в какие оборудовательные учреждения проводить от этой губки. Можно? Так, пожалуйста. Да, Анатолий Анатолий Васильевич, в школе сегодня вот так высказались в отношении Северсана, что она не работает, а вы работаете. Да, я ну, конечно. Я до этого он несколько раз договорил, заходил, он говорил, что это давайте инициируем парламентскую проверку. Впервые за 20-30 лет я вам сколько раз говорил. Давайте хотя бы в отношении премии. Не все АИВы ответили. Из них Семя ответила как правильно все данные дали. Минздрав даже ДСП предложил. Ну, это не доска, это документ, да, что все понимали. Где там конкретно глава региона назначает там вот именно ему премию, как должны сомлиться. И отдельно соответственно там сумма, которая распределяется в Министерстве. Но я даже не говорю там, а 8 АИВы мне вообще не ответили отписками все дела. Но я даже не говорю по 7-8. Давайте хотя бы по 3 Министерствам, по которым как раз такие вопросы будут. Давайте по ним. Вот я вам сейчас говорю предложение. Давайте прямо сейчас разным обсудим. Я думаю коллеги наверное найдутся, те, кто захочет именно поддержать, действительно выяснить наказу, потому что был резонанс. На фоне чего по нашему регламенту формируется парламентская проверка. Если есть общественный резонанс, он выяснил. в сетях обсуждалось. Народ до сих пор не знает. Все, народ хочет знать. Я в том числе. Потому что люди приходили и он говорил да, я займусь. Все, по 7-м министерствам я читался. Я передаю наш разговор по свете. Это правда был разговор. Значит, я им сказал давайте двигаться в правовом поле. Я сразу задаю вопрос не только ему, и себе, и другим. Вы обращались в систему прокуратуры, МВД, где вы видите нарушение закона. Говорю, принеси мне эти заключения. Если мы увидим, что там в этих заключениях не то, чем, допустим, вы хотели или вы видите нарушение правовых норм и так далее, то мы действительно могли бы создать комиссию. Но зачем мы забираем функционал у правоохранительных органов? Ты мне придешь или вы мне принесли эту бумажку и принесли. Арслан, мы с тобой говорили? Да, да, да. Вот я тебе сказал, принеси мне завтра бумажку с МВД, с прокуратуры, со Следственного комитета, что все это дело там, скажем, или как-то гранжатписка или там еще что. Я тебе сказал, что мы создадим тогда парламентскую комиссию. Но функционал свой переступать не надо. Вы меня советским, старым можете считать, как там еще оскорбляете меня? Как угодно. Но есть правовые нормы? Ну вот вы на правовые нормы не зря заслались, я перечитываю как раз-таки регламент, там нигде не сказано зайти к Антону Васильевичу, спросить, он тебе ответит, зайди сначала в прокуратуру, туда закинь этот и там по пункту, и тогда, нет, одно дело, извините, мы с вами поговорили, мы поговорили, как, извините, Антон Васильевич Арслан, другое дело, я здесь как депутат, а вы как председатель Хурала, я вам в очередной раз говорю конкретно, сейчас на сессии Хурала, в отделе разном, я говорю, давайте инициируем парламентскую проверку в части, допустим, трех АИРов, в части трех министерств, потому что я туда отправлял каждое министерство, в каждое им, по два запроса, получил по два, соответственно, по две отписки. в прокуратуру я подал, потому что они ответили не в соответствии, не по времени, соответственно, там даже были административные правонарушения. Я наоборот за, но только давай в правовом поле. вот это, я как раз таки вам сейчас говорю, в правовом поле. Может, вот Михаил Николаевич как раз таки подтвердит, он руководитель, комитета по законодательству, что кто из нас прав, вы или я? И, соответственно, я вам в очередной раз. Я думаю, коллеги найдутся, те, которые поддержат данное желание и проведут то, что на самом деле нам надо народу показать, что во, премии были получены, наш главарь чист. Все. Министерство чистый. И как депутат сделал везде запросы, да? Конечно. Получил ответы. Получил. И за того там, что там, Михаил Николаевич, я председатель. Вы почему ответили? А я должен, в моем регламенте написать, что я должен помогать депутатам в решении тех, вы самостоятельно посылаете запросы и так далее. Я должен вам помочь, если вот что-то у вас там не получается. Пока вот разговор. Приходите с этими заключениями, с ответами с органом, и мы с вами будем дальше думать. Подождите, я в органы и без вас могу пойти. А я вам говорю конкретно про тот инструмент, который мы вправе требовать здесь от парламента, парламентской проверки. где остается комиссия, прокуратура. Мы, грубо говоря, тоже составим комиссию, общественники могут. Можно РСВК, можно КСП привлечь. Давайте. Если мы увидим необходимость, мы это сделаем. Я тебе обещаю. А на какие вопросы вы тогда найдете необходимость, а на какие нет? Там в регламенте не сказаны критерии. Сказано, есть общественный резонанс? Есть. Значит, можно. Я хочу сказать, что вы здесь не правы. Вы ставите телегу впереди лошади. Вот я приведу пример. В Оресенском голосском собрании мы в свое время создали рабочую группу по расследованию такого факта. Экс-глава республики Калмейки Орлов пытался продать за 300 тысяч рублей энерготеджи. Вы знаете это предприятие. Мы создали комиссию, рабочую группу. Рабочая группа работала с документами. И на основании этих документов мы подготовили обращение в прокуратуру. Понимаете, уже после того, как рабочая группа поработала, собрала все документы, проанализировала, сделала анализы, мы направили обращение в прокуратуру. И прокуратура возбудила уголовное дело. То есть, не он должен обращаться в МВД, как вы сейчас требуете. А рабочая группа, вот депутатская, по парламентскому контролю, должна заняться этим делом, все расследовать, подготовить документы, а уже потом мы обращаемся в эти силовые структы. Понятно. Наталья Сергеевна, поясняю. У депутата имеет право сам это делать. Но если он не удовлетворен тем, что он получил, ответ на это о создании рабочей группы, почему бы его инициативу, просто вот он не первый раз выступает, выстрел ее глуп. Я бы согласна его поддержать и войти в эту рабочую группу. Как это на слова? Анатолий Васильевич, кто сколько сделал для республики, поверьте, вы там рядом должны стоять. Ну, а зачем вы так мне говорите? Ничего себе. Не оставляйте давайте. Ну, вы начинаете. Прекратяйте оставлять. Вы сделали. Я 50 лет на этой земле работаю. Хорошо, плохо. Вот народ и... Прекратите себя. А мы знаем, где вы работали. Где работали? Пожалуйста. Говорите. Я возвращаюсь к началу, Андрей Васильевич, у меня прямой вопрос. Я не терпаю. Извиняйте. У меня прямой вопрос. Вы к следующему заседанию нам обеспечите социальную дистанцию или мне подавать в органы? Значит, если вы настаиваете на том, что это опасно, мы никого приглашать не будем. Не проблем. Не проблема. Пусть там сидят корридоры. У вас там есть. Значит, если вы не возражаете, растягиваемся. Вот там. Если кому-то достанется там сидеть. Значит, если вы настаиваете... Можно в другой зал перейти, большой. В смысле? Ну, там же есть правительственный зал. А там, наверное, тоже нет. Ну, можем и там. Но там у нас законец скажет, что проводится в парламе. Завтра нужно нам. Мы только единственное, ну, чисто практически, без эмоций. Мы можем... Мы максимально честно на этом могли что-то сделать. Мы можем не приглашать, но только там представители главы один там узлом приставить. Не, приглашать на выступление. Да, да. Представь, правительство. Остальные сейчас. Пусть по графику ждут. Чтобы я просто... Мне тоже не хочется там куда-то вписать в органы, сжаловаться или... Давайте, вы дайте сейчас твердое слово. Организуем следующую сеть или нет? Дистанцию организуем. Организуем. Спасибо. Вопрос давай. По избирательной комиссии. Помните, я тоже здесь вопрос поднимал о том, чтобы заслушать декабрь. Вы со мной лично посетите, с вами дали согласие. Здесь на сети. Мудуров еще сказал, что мы занимаемся. Да, все. А уже прошел год. Тоже давайте этот вопрос вспомним и рассмотрим его наконец-то через сетью или на следующей сетью. Вы заслушаем наши многочисленные нарушения, я уже говорил, не буду повторять. По избирательной комиссии. О работе избирательной комиссии. Фурал имеет право. Что сли вас дальше? И последнее, я отвечаю Сталаеву, что вызовут эти приглашения, я на него отвечаю, проблем нет. У меня хоть с тремя коллективами могут встретиться по сельскому хозяйству. Так что время и место. Хорошо. Все, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, я хотел бы, чтобы вы услышали каждый из вас, если встречаться по футатору, встречаться за каждую, потому что есть такая-то русская поговорка. И весь медицинк принадлежит, если человек не хочет решать, он ничего не будет воспринимать. Равно так же, как вот сегодня сельскохозяйственной рассматривали, говорили о засуке, вот бери, что у него на рогах стык, зерно, она прудорежется, она падает. В связи с этим, я о чем хотел бы попросить, я хотел бы попросить, я хотел бы попросить, мы, кроме того, что сегодня занимаем первенную должность, независимо от того, что мы сегодня находимся с депутатами, мы люди. Мы живем одну жизнь, и проживаем одну жизнь. И говорим, его действительно достойно надо прожать. У каждого из вас есть муки, дети, не стали сергены. Поэтому я хочу обратиться к вас. Я персональный попросил обратиться в том числе, потому что вы проолупаетесь, я не заговорил еще. Мы говорим вот о чем. Наверное, коллеги, незапустимо. Вот незапустимо, рассматривая вопросы, можно спорить, можно предлагать, можно носить изменения, но незапустимо. Мы сегодня говорили о правах и обязанностях. Но никому не дано права, оскорблять и переходить на личность. Ну, кто, кому, где, какой конституция, в каком праве сегодня ссылались на письки и так далее. Где там прописано, что давали право оскорблять? Начиная, называя, от возраста, перехода и так далее. Поэтому, коллеги, сегодня, я не открываю мельки, если вы с ушами, если вы с глазами, вы все видели психически и так далее. Мы не в детском сообществе. Поэтому, коллеги, просьба большая. Действительно, если мы, маломальские, имеем элементы нравственности и воспитанности, то ведите себя достоинно. Потому что вы представляете, каждый из нас представляет народ, мы находимся здесь на родном храме сегодня. И поэтому произношение подскрытым, если вас не буду, но хочу вас одно попросить только. Давайте не переходить в этой плане. Не переходить, еще раз, не переходить в этой плане лично. Все вопросы можно по сути задавать, выражать свое мнение, не согласен тогда. Мы еще раз были люди. Мы, как Далерама говорит, мы горцы на этой земле. Мы пришли и ушли. Так вот, этот период проживания на этой земле в качестве гостей давайте достойно проживать. Вот последнее мое пожелание тоже. Когда вы выступаете с самими такими по их временными вещами, нужно быть конкретным. Если вы считаете, что кто-то кого-то оскорбил, можно конкретно называть комедию. А когда вы выступаете вот так вот в общем, это очень-то тоже нехорошо. А что, сегодня нет оскорблений? А какие были оскорбления? Тогда озвучите, кто кого оскорбил. А сколько было оскорблений и предыдущий член ваша председателя с народным уралом? Это мое право будет. Я просто говорю, если человек не знает статью федерального закона, рекламента, это не оскорбление. Давайте померяемся по знанию нашей республикарской законов. Померяемся. Я это говорю не только сегодня, но все у нас, ведь коллеги, разве не так? Все же мы включили, когда я взял их оскорбление. Зачем еще раз говорю? Все, содержательно, по делам Бога, говорим с каждым, по каждому демонстрируем свой профессионализм. Но не переходите в то время. Это вообще дело каждого. Но я по-вескому... Воспитание уже вот... Это каждого. Я не случайно обращу, что хочу заключаться за кадром. Я не знаю, что я не знаю.